Привет, дамы и господа. Это Ники и женщины двойной части. Как видите, утро, солнце на улице и я хочу поговорить с вами сегодня о ценности. Что вы цените? Чем вы живете? Вы знаете вообще, почему вы живете в этом свете или просто существуете? Да. Надо находить себе, надо узнать, чем ты дышишь, где душа болит. Потому что, когда вы это определите, тогда будет совсем другой уровень жизни. Когда вы узнаете свою цену, себе цену, особенно женщине. Потому что многие из нас сегодня живут непонятно в каких отношениях, потому что они не понимают, как они ценны. Почему мы позволяем, ну, другие, особенно мужчине, над нас издеваться? Почему вы живете в такой отношении, где вас избивают? Вы просыпаетесь такими синими глазами, что вообще непонятно, кто вас туда засунул. Почему вы позволяете такие вещи с вами случиться? Потому что вы не знаете себе цены. Почему вы позволяете, чтобы вы только вы работали и ваш муж сидели дома. Я не говорю о тех мужах, которые, может быть, ситуацию позволяли или там заставили их временно сидеть дома. Но если у тебя есть муж, а он постоянно сидит дома, ничего не делает, а ты одна работаешь, можно сказать, пашет, приносит деньги домой, и он еще тебе обзывает, издевается над тобой, унижает. Я не понимаю такие отношения. Лучше тебе быть одной, без никаких мужчин, но жить в счастье. Смотрите, ваше счастье или ваша ценность вообще не зависит ни от кого. Это только отсюда идет, внутри тебя. Это не зависит ни от мужа, ни от детей, ни от обстоятельств, ни от общества. Это, ну, внутреннее переживание. Это зависит от того, как вы себя видите. Вы понимаете? Нельзя позволять, чтобы общество, мужчина, окружение, еще кто, над вас издевались. Окей? Узнайте себе цены. Знайте, что вы прекрасны. Я уже говорила, что если есть, если есть две прекрасные женщины, я имею в виду красивые женщины в этом свете, я одна из них. Да, я это сказала. Потому что я знаю себе цены. Что это означает? Это не означает, что я превозношусь. Нет. Нет. Это просто потому, что я знаю себе цены. Поэтому я тоже самое вам говорю. Не важно, как вы выглядите, не важно, какой свет вашего кожи, не важно, вашей кожи, не важно, что еще, что вы носите, не важно, на какой машине вы ездите. Не эти вещи определяют ваши цены или ваша ценность. Ваша ценность оттуда идет. Определяет то, что вы любите, то, что вы цените, можно так сказать. Поэтому определитесь. Это ценность тоже определяет то, что вы позволяете в вашей жизни, как я раньше сказала. Я хочу еще раз это сказать. Если вы женщина, и вы позволяете, чтобы над вами издевались, чтобы вас использовали, как там называется, вот это вещи, которые боксеры используют, чтобы на вас, подушки, да, для бокса. Я не знаю. Вы не знаете себе ценность. Вы не должны позволять, чтобы вы просыпались утро. Видите мои глаза? Но это наследственное, что у меня всегда с утра глаза надутые. Еще вы позволяете, чтобы на вас нанесили семьяки на глазах. Ну, так не должно быть, женщины. Так не должно быть. Лучше быть одной, чем позволять такие вещи в своей жизни. Может быть, вас не избивают, но смеются над вами, издеваются над вами. Можно даже словами убивают вас, а вы все равно там сидите. Это неправильно. Вы это позволяете, потому что вы себе цену не знаете. Узнайте себе цену и измените вашу жизнь. Ваше счастье не зависит от замужества. Вы можете быть одной, но жить счастливой. Кто-то скажет, а ты так говоришь, потому что ты замужем. Нет. Я так говорю, потому что я знаю, что я говорю, потому что я знаю себе цели, потому что я знаю, что мое счастье и моя жизнь не зависит ни от кого, только от меня самой. Поэтому, девушки, я пока оставлю вот это все так. И если вы мужчины, и вы мне смотрите, и вы издеваетесь над своей женой, горе вам, измените это. Это тоже означает, что вы сами, как мужчины, не знаете себе цену. Да. Вы вообще не знаете, кто вы есть. На самом деле. Поэтому прекращайте сейчас же. Женю должны любить. Вы должны любить свою жену, а не использовать ее как подушки для боксинга. Да. Я это сказал. Так и что. Найдите себе цену, дамы и господа. И следуйте за этого. И этим вы повысите свою самооценку. И этим вы поменяете наше общество. И этим вы повлияете на детей, на все, которые за вас наблюдают. Вы меня слышите? Ну, пока все. Чтобы это видео не было слишком длинное, я буду заканчивать. Но если вам нравится то, что я говорила, или у вас есть вопросы, или вы спрашиваете, ну, я уже так долго живу в этой отношении, как мне с него быть. Пишите в комментариях или в личку. Я оставлю все контакты, телефоны, все контакты, через которые вы можете со мной общаться. И если вы еще не читали мою книгу, помилованные, я вас уверяю, напишите мне, чтобы вы не определились, как вам их выслать. Окей? Или в электронную, или в бумажной форме. Хорошо. Ну, наверное, все. Подписывайтесь, поделитесь это видео. И до следующего видео. Спасибо. До свидания.